Но полтора года точно никто не знал. Не было ни слова, ни того предмета, который назначают. То есть мы сегодня награждаем сущность, которая возникла буквально... ...на пустом, почти на пустом месте, в результате случайного стечения обстоятельств и действия некоторого количества совершенно свободных, ни от кого не зависящих людей, возникла новая сущность. Если теперь спросить, что такое диссернет, я думаю, что большинство скажет, что они примерно знают, что это такое, или хотя бы слышали. По крайней мере, об этом свидетельствует народное голосование, в котором диссернет занял первое место. С небольшим отрывом от второго места, на котором было не назад. Диссернет — это, может быть, последний результат той перенасыщенной атмосферы 2011-2012 года, последний кристалл, который из нее скристаллизовался в результате этих обстоятельств. Атмосферу сейчас усиленно подогревают, чтобы эту кристаллизацию остановить, но пока не очень получается, а кристалл все еще живет. И теперь уже никуда не денется. Теперь уже все знают, что если партия, то не скажу кого, если диссертация, то, извините, ворованная. Но я хочу сказать одну вещь. Это была в каком-то смысле осознанная реакция, может быть, не очень осознанная реакция, образованной части общества на подчеркнутую антиинтеллектуальность власти. Не первая реакция, надо сказать. Может быть, не последняя. И очень было бы хорошо, если бы власть об этом немножко думала. Потому что нельзя обращаться с мыслящей частью общества так, чтобы она не получала ничего, кроме презрения. Так вот, диссертнет — это такой ответ. И еще важная вещь, которую надо отметить, это то, что это абсолютно коллективный проект. Помимо тех франкменов, которых вы только что перекислили, за ним стоит много неизвестных добровольцев, много незаметных людей, которые стояли у истоков. И важно, что эта вещь происходит не только в информационном поле, но она еще и влияет на, опять же, может быть, тонкий, но очень важный слой, который называется наука и образование. Поскольку, кроме депутатов, эта вещь затрагивает еще и ректоров, еще и преподавателей, еще и липовые вузы, от которых в большой степени зависит то, на что будет наша страна похожа дальше. И если сегодня диссертнету удалось победить немножко вака, отвоевать немножко позиций в каких-то экспортных советах, то это будет, может быть, маленький, но очень полезный шаг в будущем. Мы просим фронтменов проекта подняться на сцену. Проект «Диссернет». Андрей Ростовцев. Андрей Ростовцев. Михаил Галифан. Кирилл Михайлов. Сергей Парковин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уместный! АПЛОДИСМЕНТЫ Только не надо говорить, что ужас будет продолжаться. Вы прочитали надписи? Да нет, конечно, ужас будет продолжаться. И это очень уместная здесь майка. Мне в названии этой премии «Политпросвет» больше всего нравится его «Просвет». Вот в каком-то просвете, довольно узком, но тем не менее заметном, существуют те, про кого разговаривать в связи с этой премией, кому рано или поздно достается эта премия. Слова «За честь и достоинство» – очень правильные слова в отношении дизернету. Не потому что они относятся к нам, а потому что они относятся, собственно, к предмету этой деятельности. Деятельности, которой действительно занято огромное количество людей, а больше не эти четыре человека. Четверо, который здесь, и пятый, который значится в этом списке. Это история про то, что честь и достоинство существуют и имеют значение. А бесчестье и лизость тоже имеют значение и не смываются. Не смываются ни деньгами, ни должностью, ни званием, ни властью, ничем. Репутация имеет значение. Вот, собственно, смысл того, что происходило на протяжении последних полутора лет с участием огромного количества людей, сидящих действительно от австралийской Аделаиды до Эдмультона в Австралии, включая Сантьяго до Комбастеллы, Перуджу и разные другие прекрасные места, где, казалось бы, людям есть чем заняться. Они сидят и вот сейчас сидят и барабанят там по клавишам, копаясь в каком-то ужасном наследии этих ужасных людей. Репутация имеет значение. Сколько угодно смеяться над этим и говорить про рукопожатность, рукопожометр, общечеловеков, толераторов и что там еще у них есть в их словаре, в нашем словаре есть репутация, честь и достоинство, которые имеют значение. Для тех, кто это забывает, будет продолжаться. Спасибо большое. Проект Диссернет. Я прошу прощения в некотором затруднении как это вручать технически, но давайте попробуем. Дррррррррррр. А в силу где? Буквально этого слова все равно это очень часто спрашивают всех разоблачили и что вроде как все сидели так и сидят мне сегодня рассказали чудесную историю про одного выдающегося кандидата и доктора юридических наук к нам руку А он как был уполномоченным, так и остался уполномоченным но адвокатом он быть перестал просто его больше никто не воспринимает в таком качестве мне сказали люди из этой среды буквально сегодня я хочу этому порадоваться сколько еще кандидатов на разные буквы русского ампалита проект Дисернет а с прошлого года у премии Политпросвет есть такая традиция